Гайтянское пиво? Да. Привите его пить. Мужчины красивее, мужчины мы не пропускаем. Разноцветные. А что это? У меня есть шишки. Да. Антураж. Вообще. Килд. Вот это прелесть домашнего пивоварения. Ты не ограничен ничем. Так. Вы грудь сварили? Да. Где траву убрали? В Камбодже. Да. Привет из Мегрии. Привет. Начинается второй фестивальный день. Извиняйте, первый не сняли. Такое вот как-то накрутилось. Люди поприезжали, не успевали тут наливать. Пенилось очень сильно. В тепле вон как видите все стоит. Вот и такая. Немножко захлопотались. Поэтому сегодня постараемся поснимать немножечко. показать вам фестивальную зону. Походим, пообщаемся. Если получится. Ну что, начало второго дня. Первый наш посетитель пробует. Ребята, пиво великолепное, очень вкусное. Специально ехал, с самого утра встал, приехал. Час здесь бродил, пока вы открылись. Пиво великолепное, очень вкусное. Май, братан, привет тебе огромное. Вот тот самый дегустатор, которого ты так любишь. Большой привет. Вот ребята, гости из Венгрии приехали, оценили наше пиво. Как вам понравилось? Да, мне очень нравится это пиво. Это фантастическое пиво. О как. Потому что все правильно сделано. Да. Мне эта выставка очень нравится. Но это место самое хорошее место. Это пиво. Смотрите. Каркивская Зернова. Пивоварная. Хорошее место. Похож. Так, первые по списку ребята. Солодок. Привет. Привет. Коротенько, кто откуда, чем занимаетесь. Ну и интернет-магазин, который занимается продажей пивоварень домашнего. Так громче. Который занимается продажей пивоварень и ингредиентов для приготовления пива именно в домашних условиях. Наш рынок именно домашний. И все домашнее. Откуда мы все вышли? Да. Ну ладно. Все, мы пошли дальше. Так, это мы. Это мы. Это мы. Это мы. Салам. Пополам. Да. Так что, ребята. стоят, пробуют наше пивко. Харьковчане пробуют харьковское пиво. Огонь. 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 Да, да. Не огонь, а огонь. Огонь. Опа. Привет. Коллега пришел. Коллега, да. Пришел нам. Таки здравствуй. И ты здесь, да? И мы здесь. Куперхед. Да. Теперь мы здесь. Вот так. Вот так судьба злодейка, да? Раньше стояли за кранами, рассказывали пиво, а теперь варим. А теперь сами варим. Ну вот так. Ну, ты за нашим пивом, да? Да, я за вашим пивом. Будет пробовать человек. Будем. А мы сейчас зайдем. А мы к нему придем. А вы к нему приходите, да. Привет всем. Да. Обойдя всю выставку, я вот сделал вывод, это наиболее сбалансированный вариант действительно на фоне конкурентов. Вот так. Лайк. Репост, друзья. И подписка. Подписка. Спасибо. Спасибо. Так. Пошли дальше. Знакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Соседи наши. Да, да, да. Уже второй день под солнцем. Утомленные солнцем и пивом. 100%. Коротенько. Кто вы, откуда. Мы, Хотяновская пивоварня, ХОЦ. Угу. За второй год работаем. Нормально все у нас. Отлично. Коротко и по делу. Да, да. Работаем второй год, все нормально. Идем дальше. По справа налево или слева направо. Так. Ребят нету. Ребят нету, но это замков Геннадий. Замков Геннадий. Да. Вот пришли. Специализируется на выдержанном пиве. Выдержанное пиво от 8 до 30 месяцев. Очень, очень солидное пиво. Даже бутылки все, как винные такие. Все ребята в работе. Не можем подойти. Вернемся потом. Поздороваемся. Вот. Привет. 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 Что-нибудь расскажете про себя? Что надо рассказать? Все, что хотите, все рассказывайте. На самом деле я сейчас чувствую себя вот таким же металлическим. Так отсвечиваю. А вас? Мы пивоварня Вольта. Да. Город Киев. Изначально мы были 7 Bridges. Вольта это мой сольный проект. Более скажем так. На творчество. Честно, настолько жарко, что я даже не могу подобраться. Я ничего не вижу, потому что у меня отсвечивало пиво. Давайте немножко позже. Я понимаю. Мы тоже второй день здесь жаримся. Давай. Подержим? Так. Так. Ага. Привет. Здравствуйте. Рассказывайте про себя кто, откуда, зачем, почему. Мы контракт на пивоварню из Николаева Шо Брюери. Да, да. Шо читается. Три О. Не, не, не. Шо. Шо. Работа на воображение. Я понял. Вот. То, насколько испорчен, да? Три палки и ноль. Да. У нас сейчас есть на кране, вот сейчас на фестивале два сорта. Это American Blondie, это Saison Apa и Sour. Специально закисленный пиво. Кислячок. Да. Сейчас пока чистая, но он сейчас закончится. Там немного уже осталось. И подключим Sour с манго. С добавлением мякоти манго. Манго. Ребята, заморочились. Где-то на 160 литров пива ушло 25 килограмм мороженого манго. Нифига себе. Да. Мы потратились. Нам ничего не жалко брать для эксперимента. Мы вообще привезем здоровый эксперимент. Какой эксперимент, по вашему мнению? Удался, но... Как такового. Я понял. Дешевого манго, то это довольно-таки... Не, не пошло, да? Нет. Люди хорошо воспринимают, но просто дорого. Затратно. Понятно. Манго очень мягкий такой продукт, который... Манго в Украине не растет. К сожалению. А-а-а. Забастый. Привет. А-а-а. Клухи. Слышь. Слышь. А-а-а. Волк такой вообще. Я сейчас так помню. Деджелин. Давай. Пазары. Все, ладно. Пойдем дальше. Дойдем до вас. Я посмотрю. Да. До вас руки дадут. Так. Тут... Чего? Я вам ничего не сможу рассказать. Чего? Пивовара не мало? Ничего. А я ничего не знаю. А просто прочитайте. Просто может вас устает и пивасиком. Тогда мы до конца не дойдем. Ягерд. Смельной медовый. А мы ягерд, кажется, проходили. Да? Вы хом-видео, да? Да, да, да. Хом. Какой хом, что... Хомее не бывает. Да. Пойдем дальше. О-о-о. Я уже интервивал. Вижу траву. Привет. Да, да. Но это, к сожалению, нитрата. Нитрата, а трава. Это чебрайс. Это чебрайс. Да? Да. Иванчай. Как обидно. Это просто... Пойдем дальше. Люди травой торгуют. Можно будет интересом. Хоп. 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 Пацаны, привет. Здравствуйте. 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 Представляете? Вот это да. Наша броварня из Броваров. Пиво очень вкусное. Как-то звучит, да, броварня с Броваров? Ну, а как иначе? Да. Что еще в Броварах делать? Самая такая, да. Броварня. Бравая. Что делаете? Смотрите, есть пшеничное пиво, наше фирменное, наше лицо, киев бланш. Ага. Пшеничное, с добавлением цедры, апельсина и кориандром в бельгийском стиле. Кофе стаут. Прямо моими словами говорят. Я тоже о бланше так... Кофе стаут на шоколадном солоде и на жареном солоде. Нотки шоколада и горького шоколада и кофе. Вместо IP у нас сейчас новый сорт полутемное пиво на копченом солоде. Очень интересное. И пора убирать, короче, да? Да. Оно и есть. И пилстон классический. Также в стекле у нас есть редлагер с мостами карамели и имбирный. Тоже очень интересное. Я понял. Отлично. Отличный набор боевой. С мусовой. Окей. Хорошо. Удачи вам. До свидания. Да. Пойдем дальше. Привет. Здрасте. Кто, откуда, зачем? Прислана. Приватная броварня, ресторация. Ага. Входимся в городе Ревнов. Ага. Ага. Фёрст Днепро Брюери. Без них куда же. Ни один фест не обходится без Фёрст Днепро Брюери. Ставлю на зеро. Ага. У них такая вот палатка очень модная, своя. Да. Ребята, привет. Привет. Рассказывайте. Хотел спросить. Рассказывайте, кто вы, откуда. Ну, понятно. Фёрст Днепро. Фёрст Днепро. Фёрст Днепро, да. Первый Днепропетровский пивозавод. Да ладно. А я там был. Ахахаха. А я там был. Где? В Самаровке у нас? Где? Ну, на пивоводе. А, на заводе? Конечно. Мы и Фанатик снимали, и в Диби снимали. В Альмите Апу. Да. Сколько вам? Дмитрий сам лично проводил экскурсию. Да. С чем приехали? У нас сейчас на разливе Хэппи Пилс, есть наш Голданель, Марион, это Балтийский Порт и Хэппи Апу. Голданель. Убойный, беспроигрышный вариант. Беспощадный. Да, беспощадный. Беспроигрышный и беспощадный. Здорово, Бобры. Здравствуйте. Как дела? Да ничего, работаем по-моему. Нормально. Кто вы и откуда? Город Киев. Ага. Домашник, его армия. Бет? Бобёр, да? Да. Бибер. Бибер? Да. Бибер. 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 Бибр. Плохой. Бабёр, не сколько плохой. Ну, не сколько плохой, сколько такой. Дерево не грызёт пивоварит, не по назначению работает. Да. Что привезли интересного. на розыгре на кране у нас флэки по american play ванч и черный сезон это интересно 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 наоборот я бы обратил внимание на этот сорт ну да мы его перевели на темную сторону усложнили специями склонили к тем к темной стороне я понял интересно приходите пробовать модные бобры я понял хорошо спасибо смотри какие разноцветные чипсятины разноцветные а что это кукурузные хорошо базары давай фазером подойдем привет 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 рассказывайте разливаю проливая у нас на у нас прохладная у нас городе у нас ветерок по модное место до солнышко скрыли возле воды вот нас водоем нормально там можно плавать занята отжали на залог под лапки тапочки если шоу то есть кому кто полосатки моря ракета рядом удобно вообще я войдем космос улетим да там у меня это самое модное место для солнца девочки и пиво и папа отказано все безотказное его будет не не серьезно там и не дойдем мы только начали то что нормально не 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 так идите идите резервы пройти пока вам не дали так что привезли мы как всегда выступили по трём нашим привычным убой да 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 вариантом это конечно наш лагерь крафтовый лагерь да это же крафтовый фестиваль до рафта же его ростовая циничка до крафтовая пшеница вот смотрим сюда и полутемный то есть амбарель который мы не попадаем ни в один стиль назвали его амбарель потому что мы с города ровно то есть да янтарь пустым все понятно да вот и конечно наш эксперимент это наша вторая дайпа вторая и по но не последняя а пока говорят да бывалые вот это грейпфрутовая и по которые как говорят классики сделано в классике то есть вот теми гордимся даром на поварил блин было понятно но них и попали в стиле и удивляем людей окей все все да за мир все давайте счастливо пошли напротив ракета здрасте как не ракета а что это пушка пушка первый раз такую пушку вижу которая вверх взлетает я понял где серега почему не вижу ходит отдыхает в начале ну начинается блин вот так вот хотели пообщаться так sd служба sd привет нет привет привет рассказывайте мы-то знаем кто вы откуда народу интересно кто откуда зачем почему мы запорожье небольшая крафтовая пивоварня которая работает на своих мощностях работаем только с бутылкой варим порядка 12 серийных сортов плюс постоянно экспериментируем работаем серии дефицит там достаточно интересная достаточно необычный маркет только бутылка элит крафт элит ну дело в том что бутылка это стабильно бутылка это презентабельно бутылка это интересно и красиво этикетки вообще зачет спасибо просто да добавляем перцы которые имеют порядка 300 тысяч поскольку 300 тысяч бабушки на базаре такой не купишь это да халапеньо даже не халапеньо нет хабанера хабанера рецавина и шотландский берет биржок бельгийское пиво здрасте расскажите про себя это интернет-магазин бельгийского пива уже 20 лет импортер этого пива чистая бельгия специализация я понял никаких компромиссов вы не понял спасибо пойдем пойдем дальше так привет привет этих людей мы знаем рассказывайте зачем честно уже такие но не крохи ну нормально еще осталось но много всего размели как зачем но у нас хорошо варят пиво нормально уже люди научились даже это нормально отлично отлично хорошо но отлично в общем то но тем не менее в мире то варят его подольше поинтереснее ингредиенты бывают повеселее идеи хорошие хочется чему-то учиться да вот это обучательный стенд и кстати большинство пива берут пивовары после чек подходит что есть бочка хочу пробовать работать а так здесь америка англия бельгия очень очень крутая линейка львины которые практически все купажированные или с выдержкой винных бочках там с добавлением каких-то фруктов ну короче крэйзи варианты такие до специально до это импортная водка крафтовая окей хорошо спасибо дачи смотри какой как это сумочка называется даром пара пара называет сумочка еще не уходить и да да мы тоже антуражные парни все спасибо хорьковчанам особый респект философер привет философер рассказывайте нашли философский камень нашли да и теперь и варите да и следуем интересное пиво золото не превратили еще потихоньку потихонечку превращаем ультуре ребята да рассказывайте кто вы откуда и андрю к а поподробнее смысл подробно мы шпионы мы хорошие шпионы на вот пожалуйста понятно вот пивовар вот так надо информацию подавать а то кто такие мы вас не знаем и дети вырос домашнего здорово свои большой стандартная такая процедура кастрюля а потому что у нас ушел кто-то дает нормальное образование пиво мне все же сами все сами да главное чтобы было желание и ну да что привезли мы сейчас уже поменяли кене но изначально был сезон одуванчиков и обдуванчик а вы лазили войти собираются люди только у нас в украине варятся с каучуком короче да не пшеничка американская хмеленка и порторочек английских лазер понял привет рассказывайте на полу откуда зачем премири киев основную продаем у себя но также экспортируем по у разным городам украины так что в львов не было что интересное привезли 200 грамм для фестиваля наверное самое интересное это доминиканский портер это такое дерево роста и доминикане это является местным афродизиаком и они стараются все все напитки делать с этим с этой мамой планой короче мы проэкспериментировали сделали пиво обычно портер обычно ставят там вино с апельсином стояли на нем пиво 50 дней поставила пиво получится интересная его виагра такая да да на вечер вообще за работает работает на вере жаловался все приходят и пиво знаете шульц а знаем таких слышали рассказывайте все начнем чем приехали приехали совсем вкусным начиная от темного шоколада мускат я бы унился если приехали с чем-то не вкусно по классике у нас есть также пшеничная и светлый лагерь фреш-хоп который сварится свежим хмелем и плюс сорвали да 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 именно с шишками плюс у нас также есть а american пол элькла классическая а по которая имеет милевую горечь хмелевой аромат тоже такой приятный я понял так заняты тоже заняты тоже заняты пойдем к белым кролик здрасьте белые кролики где ваша нора где то есть не на серии где то есть а где ваше логово то все-таки откуда вы из кривого рога из кривого рога понятно что что интересного привезли берлинар черри привезли лондель пасифик айпе есть и есть брезет прямо все такое модное ночью ну правильно нужно модный фестиваль типа приехать но типа да здрасте а добрый день расскажите кто вы откуда запорожье кэндэ и делим его ну конечно а что у вас карьковская зерновак павловарня недавно вы сделали абсолютно лет но это месяца два-три запустились до однако их мощностях где сейчас не об этом не так нам тоже интересно потом все расскажу вы расскажите про себе про себе про себе про себя потом за горло еще с четырнадцатого года варим пиво и на не закантовая на своих мощностях что интересное сварили нашему у нас все интересно 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 как и у нас тут уникально можно логично логично а по названиям сезон на раун стал ты по 3 балла это то что есть на речи интереснее так есть украинская по оба и тут браун сезон тут просто сезон с 8 сортов данного награду что украинской что у нас с этой стороны пошло пенгин и привет пенгин и расскажите кто вы откуда зачем ладно киевская крафтовая пивоварня нет вот александр это александр очень приятно расскажите что варите что у вас есть да сегодня у нас на экране четыре сорта это темная пшеница дунгель вайсберг газе лемонграсс или мелчей типа наговорили аж страшно слушать страшно где травы убрали камбоджи 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 лично привезли лично не верится я вам татуху сделал нифига себе нифига себе а то у нас и пиво с историей вот так вот так вот это крафт она называется настоящий молодцы это свежий такой травяной эль на этой очень популярной приправе азиатской понятно крат спасибо окей заходить да все счастливо правда цвет этого парня знаю он там на зимнем фестивале нам на на раппи сголосов да она рассказывал так не рассказывал мы же давали путь и хороших да да ну давай рассказывай рассказывать это добрый келлифас не 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 мы сейчас на работе то мы были как сказать на нас и на отпуске я буду брать и зараз интервью расскажите мне как то можно брать и распитывать и пропиву на повном фестивале без келлифаса легко мы профессионалы легко на провокацию да 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 мы люди теперь опытные у нас теперь свой логотип есть поэтому мы на работе и мы профессионалы мы не любители поэтому рассказывайте так на сухую без питаний на суху погано идти но то добре что привезли маем мы зараз на экране две позиции одна из них светлый апа застилем на одном охмеле чинок эти 4 алкоголью 45 айбю позиция то идет темный балтийский портер 7 алкоголью 28 по айбю мы зайдем еще наверно если сил хватит немножко по кругу далеко ну если доползем то где вашего всего надо туда значит доползем но вот я окей все прошу удачи обращаем так ребята как кабанчики привет 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 кабанчики привет привет рассказывайте кто откуда зачем кабаны из одессы до кабаны часть из киевых маленьких да и дикие кабаны конечно я понял зачем доставлять людям удовольствие от какого как и все называем так что первый тест как у вас еще не будем а грустно рассказывайте что привезли но у нас но собственно говоря привезли то что долго рекламировали это был milkshake и пей собственно с добавлением персика и пюре маракуйи который вчера у нас разлетелся как горячие пирожки собственно говоря и на сегодня уже там ничего нет ничего не осталось до не за раз там он даже интересно сами рисовали посмотреть да собака я пюре маракуйи воно там плавает на просвет короче выпил и закусил сразу да именно так и по два в одном а бутылки похмелиться можно прикольно да и вот сейчас собственно говоря из такого тоже очень странного остался вот наш темный розмариновый эль да темный розмарином и лимоном до темный это у нас коллаборация с гостей кизер хаус тоже на самом деле радуют люди которые подходят скажите что у вас есть такого вот необычного и странного к нам да я понял вы грюйт сварили у нас трав мне вот интересно травы там такие не 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 поведет меня в темную сторону куда-то подполье мы постарались просто с полынью не переборщить потому что я несколько раз пробовала чужие сорта которых которых полыни было многое она не пилась а здесь от нее только аромат из как бы легкая горчинка напиток инквизиции так темные времена пойду привет еще раз можно с вами поговорить познакомиться да поближе рассказывайте кто зачем откуда мы знаем надо рассказать зрителям зрителя то не знаю но не мне вы народу рассказываете представлены светлый пшеничный пиво виденский лагерь светлый дункель темный пиво и напит темный эльт варене задавания на песню все было у нас нефильтрованное не пастеризована ну тут мы с вами браты да ну тут напомню в большинстве так так что все цикаве не знаю все быстро лаконично и по делу не надо тут слюни пускать все по солдатски мы оттуда варим это все понятно где Миша а Миша вчера сегодня уже нема Миша поїхал ему завтра на работу Миша 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 хотел поболтать с Мишей ладно привет обовязково расскажет покажет окей пиво смачное да мы уже спробовали я просто констатирую факт что пиво смачное все Михаилу привет обовязково да удачи все чем вы занимаетесь можно можно и даже сняться мы даже снимаем я знаю да линию горизонта не завалил это всегда хрен с ним да мистер черкасса ваши шановальники молодцы вы блин да спасибо домашних пивоваров пошли ну а шо ж делать все такая моя мечта ну в далеком будущем возможно тумен два мужика отдувается одна женщина как так привет а что-то какой-то конгнитивный диссонанс у меня по поводу тумен это два человека где тумен и вот тут вот тут практически вот они вот они тумен и привет тумен и добрый день рассказывайте кто откуда зачем город Киев и чтобы сделать мир лучше у меня немножко проще и пиво тоже понятно с чем приехали три сорта три из оригинальных и сейчас на этом фестивале оригинале это памп кинель обычно люди варят его как раз на хэллоуин фишка такая вот мы решили что почему вы а где тыкву нашли купили это еще старую да не осенью это же осенья хорошо самая при том там было три сорта одна бандурка 2 классическая 3 итальянская зеленая с украплениями оранжевыми и редко как-то влияет на вкус попробуйте оцените да я понял я понял интересные бутылочки такие интересные сами дизайнер ну крафт он крафт во всем короче надо и этикетки сами и он там люди в камбоджу ездили траву собирали ту самую можно употреблять не только для пива я надеюсь вы не знаете не в пиво засунули чех републик а это это чешское пиво да это натуральная чешское пиво это не украинская но мы пойдем дальше не будем мешать процессу не мешаем но как клиент превыше всего да мы мы вернемся рассказывайте откуда в киев домашняя пивоварня домашняя пивоварня варим 25 вот так вот варим дома на кухне варим дома на себе стараем так вот молодцы ребята и вот на такой уровень домашний киев что привезли с цикавого приехала айпеи свежей мятою и лаймом два голдена один зброженый дрожжами для шампанского інший дрейхопом пивными дрожжами зброженый пиво с экстрактом крапивы апельсиновым фрешем гречане пиво пирогот пиво варится с медом и карбонизуется медом классический вайзен с кавово-шоколадным содом милкстаут восьмимесячный копчене пиво без зайвой кислинки я так понял ни в чем себя не ограничиваете издеваетесь над пивом как я варю дома я понял я понял вот это прелесть домашнего пивоварения ты не ограничен ничем абсолютно вообще ничем тільки наявностью на рынку деяких ингредиентов и собственным воображением книжек сразу видно ребята грамотные автоком алида по бокам привет рассказывайте кто откуда как каком а уже понял откуда дамы пап крапка кома и пивоварня соответственно мы с киева у нас сейчас есть два папа и одна пивоварня находится она на поздняках вместе с маленьким локал папам понятно чего варите сейчас у нас вообще из 10 сортов разного пива сезонных один коричневый с нотками орехов 2 вот сауру нас вышел кисляк чтобы понять не было да мы дождались здрасте рассказывайте что рассказывать все мне интересно что изводится в маленьком городке ли то импортируется сюда я понял все находимся в киеве при свидетельство здесь вы представляете чешское пиво чешское пиво да действительно которая прозволь на турпродукт натурпродукт я более светлая темная могу дать попробовать какой интересует нет спасибо с удовольствием на работе на работе да мы не доползем до конца ряда а после а потом может быть да завитаем без проблем окей спасибо большое пожалуйста мы пойдем будем дальше так сидры девчонки любят сидры понятно все все занято да ладно чё это и гриста девчонки горят очень вкусно а мы там а мы там где девчонки и где вкусно понятно чё пьем ведь раз к ним приходит чуть 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 пьем рассказываете розынка про галина вижу да глаз наметанный вкус диких ягод да запах запах ягод тоже ягод тоже очень неких вкусно пахнуть вот так где диких ягод мы собирали лесу лесу дикие дома не можешь ну понятно блин после пара бокалов это ж сколько и сколько набрать надо чтобы всем девчонкам хватило а вон андрей 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 мы тебя поймали здрасьте 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 привет рассказывай ну что ты здесь делаешь я здесь пью всякие странные вещи в основном странные да и у меня квест на самом деле происходит простой я пытаюсь те 20 фишек которые я купил вчера как-то раздать и никто не берет очень странно очень такой домашний френдли фестиваль я бы сказал хороший хороший есть конечно свои нюансы но есть нюансы как хорошие так и нехорошие ну это же такое дело что идеально ну блин когда бывает все идеально это да как у тебя вообще как у тебя твой первый опыт наверно данный фист мой первый опыт да но скажем так тяжко когда солнце сигарёк сгорел на все сгорели видишь за ним и все уже поумнели и одели рубашки да но я немножечко не не поумнел у меня стеки футболка ну-ка брендированный рубашку дети наверх футбол и где ты был раньше понятненько вот я думаю что хит фестиваля это все таки кислое пиво поэтому нашел что тебе тоже нужно подзадуматься насчет кислого пива это очень интересный тренды эта штука набирает обороты в украине что в принципе чему мы в принципе рады но почему бы нет будем думать что-то нашел здесь интересное но я в основном так гуляю по там импортном я понял по таким импортным интересным что вот но твое кстати попробовал вчера и я попробовал с прополисом вот это история но и как хорошо хорошо чувствует завра была конечно но лично отжимал у пчел но это сложная история отжимать и фишки ну покажем вся в бугристая дают в кусту ну и шо конечно шо брюри из николаева для меня это самый такой лучший базовый саурель который есть вот эти ребята три палки ноль до три палки 0 до 33 букву и потому что в антабте их сложно найти пока ты не не допрешь что они сделали и и и о в английском языке поэтому если будете чекинить не и и и о интерес нашим шоком понятненько в общем доволен короче нам конечно ну слушаю хорошо что хорошо что это есть отлично отлично если бы этого не было то чтобы делали на выходах хотели бы вчера видел когда в тримбиту там дудел как раненый носорог но работа тяжелая рада и в тримбиту подуть поэтому нормально получалось на весь в днх у нас рев правда пообщаться взаимно да спасибо здравствуйте поближе рассказывайте кто откуда мы из киева варимся на контракте и частично дома для фестиваля было сварено два сорта домашних с барбарисом но он закончился к сожалению уже извините на был кисленький вот жару разошлось прям на ура я представляю да и есть пшеничка с добавлением ананаса на нас добавлялся свежий на варку и консервированный над ображиванием вот он есть на крайне сейчас холодненький можно попробовать и есть также джон или интересно сварен в американском стиле brown или здесь три хмеля используются за счет того что добавлен карамельный солод говоришь такая мягкая ненавязчивая и в аромате прям мёд чувствуется правда не нет куда ну как если да я понимаю но если ветру все буду пробовать но я же последних ребят даже не не дойду я их не увижу вообще дичька здравствуйте дичька выходить к тут за тобой пришли дичька это оригинальный дико да ладно посыпать иди одессе зеленая борода вчера было вчера как вы говорили у вас интересное пиво есть блин здесь у всех интересно тут никого не удивишь интересным пивом вот можешь сказать и у тебя чуть что-то неинтересно и есть нет у меня не но у меня концепт такой так у всех концепт это крафтовый да ладно рассказывая все у тебя интересно у меня есть шишки если ты пришел с бокалом я снижение налил средней азии это так неоднозначно звучит у меня есть шишки у меня есть курим короче шишки это не он типа тройным их мили то есть здесь горечь дать добивалась не за счет кипячения за счет выдержки вернули охмеление сухое было на начале брожения и на вторичке мель утром хмель весь завтрак когда в обед или я понял такое в момента море это наш флагман но мы обычно варим типа один сорт и больше вы не варим момента море сварили два раза потому что он прям очень жирно вошел да очень жирный инферно это мы с ребятами из роткета варили из харькова это копченка на черносливе и шафране четыре месяца выдерживалась для того чтобы все-таки проявилась копченка потому что потом в начале и не крути после первая бутылка открывается портал ватт саня на ты туда спускаешься и все а там вот этот фестиваль я мы все уже здесь и зелечка это мы с ребятами варили из black snake они тоже с харькова варили пшеничную и сильно много хмеля пшеницы там не выпирающие вот такая понятно шиничного то и все такое мрачное блин они все такое мрачные шишки веселых да короче уравновешивает до inferno для придавила немножко шишек хапнул и и момента моря и момента моря пошли дальше так галецкий бровар доброго дня здравствуйте тоже галецкий бровар так мы рассказывайте мы с собой привезли киев три сорти пива ага так где они так это оно ясно это звичайный классический лагерь очень мягенький такой температурой идеальность да лагерки хорошо идут холодненькие второе место это у нас станция янтарная это и амбер эль станция янтарная почему не бурсына это географическая название о как в тернополе я ну я в русском ну там наша броварня там нет как уже классно на монета станция ну и тому так называется ага он тоже цикавый ароматный и герченко ту же скау да амбер эль я варил тоже классная штучка такая третьим номером у нас папа добрый друг она найгеркиша из всех всех трех ага так что с цикавой им я бы не сказал что мягонька петка да так досить не плана а называется добрий друг потому что в львове я таки и пап ага так называются добрий друг и под него сварили да так по мне 24 виды крафтового пива ага ну наши три теж я понял а крим то авторская кухня бургеры пицца на форме основного реклама пошла уже просто я понял я понял да мы хоть блин спалился все вы знают хорошо рассказывайте что у нас нет да у нас немножко про себя мы взрыве с житомира житомира мачники до домашних с амбиции с перспективы понял на чем варите у нас 100 витров аппарат в 10 заказа у елена я понял мы все знаем велено все знает привет вот у нас и четыре позиции кима отработывается вид биргийский записи на кориандр с насыщенный калово-шоколадный агрессивно а что с оленем он выпил винтовок сюда а я понял вот е цикавый стиль значит здравоем с выводами черный пирог с кейс да и американ фонд и все таки свитро и варки с додаванием американских мире кидает фруктовый аромат и смак але без чем-то варки не поднимать классно хочу blackwood мы находимся перед объектом и цифра висе и есть такой вечер черный лес да я понял окей спасибо за экскурсию за добрая удача привет можно познакомиться нельзя вообще никак а поснимать возможно снять это как-то гадостно вышло да нет я имею ввиду на съемку не вообще никак киев локал брюери не хотят общаться киев локал брюери никак не смею больше задерживать так виктор головку нет не сильно даже виктор что соль понятно ходим в европу так виктора мы знаем мы с ним на фейсбуке франды рассказывайте классические лампки стал сухой легенький на гиннес вкусный вкусный мочи не очень я понял нет нет пожалуйста нет я не выживу пожалуйста макар привет я виктор александр где макар где-то тут пошел посмотреть все ли в порядке на фестивале понятно проконтролировать ситуацию я понял что привезли привезли свои лучшие сорта из самое вкусное пиво да ладно блин вот как ни у кого не 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 слышал да привезли там ну какое-то пиво ну не самые лучшие свои сорта и самые лучшие мы выгрузили там возле входа все со мной и вылили как надо плохие сорта выливать чтобы даже и не было в памяти говорили всем рассказывать сорта какие самые лучшие я понял премиум индийские янтарные бланш-де-бельгиум вид бир бир и классический dark лагер и это все дайте угадаю макар бир это макар бир приходите в наше заведение погоните нас по заведениям по саму киеву будем всех рады видеть отлично спасибо и вам за знакомство все пока до свидания удачи так белоснежка пивной гном здрасте можно познакомиться до меня виктор зовут спасибо меня зовут людмила это юрий привет юрий здрасте здрасте где пивной гном пивной гном это больше львовская мини пивоварня а сейчас киевская мини пивоварня находимся на борщеговке отлично что привезли интересного у нас пять сортов пива у нас мы а варим основном классические сорта которые легкие которые для удовольствия которые люди пьют с удовольствием люди пьют и ориентируются на потребителя непосредственно и повторяю я понял привет да давайте знакомиться у меня виктор зовут на светлана и волына волынский брова волынский брова самый настоящий волынский не с одессы не днепра нет я понял да ладно вообще удивили что интересного привезли привезли вайцем пшеничку апатитно смачненький бездоганный пилот новинка в нас апофеш так люди кисновую тихи сегодня и тихи для фестиваля маем дунгель вайцин темненький пшеничный и маем наш портинг вы прямо тоже любите пшеничку я прям тащусь от пшенички мы пшеничку любим портинг мы все любим все что чем пройдем то и любим все что наливаем все мы любим что любите то и надо людям предлагать смачный бездоганный там ривно ривно а я узнаю да мы слышали о вас рассказывайте на цель мы провезли новинку чек на и по словам мы начинаем это что это бюс а извините как рецепторы не взрываются а вот же чех варит да я понял настоящий настоящий с паспортом с чехом круто ребята в солнечной гаити солнечного населения гаитянское пиво и за пути выпить нет мы разговариваем только на этом кем получится да о чем получится с бокалом и поговорим мнение бокал не надо мы сами такие как вы поэтому нас интересует то есть пьете да периодически так кто вы откуда зачем сюда приехали планета земля наш человек наш человек сегодня мы парень что у вас там уж мы первым не продаете не продаете строгая не коммерческая позиция мы торгуем индустриентами оборачивающими не только пивоваров а здесь мы просто делимся радостью своей ну то что с вами говорили сами варим сами варим и варим и варим сегодня варим новое но пьем вчерашнее логично все все логично девчонки феи привет мы до вас дошли не пожалуйста нет я должен еще я должен еще ходить и еще разговаривать кто вы откуда зачем мы из киева лаборатория пива мы больше специализируемся на разработке рецепта самые крутые рецепты мы представляем в фестивалях а так мы зарабатываем тем что мы продаем своими продаем свои рецепты у нас больше девичья аудитория у нас представлена манго дыня не мужчины красивый мужчин мы не пропускаем красивых мужчин мы не пропускаем у нас на кранах из светлого манго дыня классический голден эль и гезе но не классический гезе чтобы не пугать людей кислинкой пока вводим по чуть-чуть каждой варкой больше 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 люди при приручает приручает я понял у нас ванильный стаут милк стаут и кокосовый ванильный заходит как вефирка по чаю поймали тимура организатора фестиваля этого масштабного действа под солнцем киева привет привет расскажи за фестиваль как скажем так что этот фестиваль он один из самых сложных потому что новая локация и под него мнение не а еще поднял не было поэтому очень сложно я думаю что часть пивоваров будут всякой зафекивать новая локация она непонятная пощупал попробовал делал этот вопрос другом что то локация которую мы брали всегда она кажется еще там 8 месяца назад была забронирована вот поэтому мы ну я не ожидал что ее так быстро забронирует она буквально была забронирована через месяц как прошел осенний фестиваль вот и я там все до этого ну нормально как бы все там за полгода я бронировал все хорошо а тут она буквально была сразу забронирована и когда я обратился к площадке о том что ребята я уже готов как бы они сказали извините уже забронирована поэтому выбора не было не хотелось уходить куда-то в глубину в долину все таки я хотел оставаться на центральной площади потому что центральная площадь это была единственная локация которую можно было взять то есть было два варианта или отменить или же вот не отменить не надо этому пришлось там покупать палатки потому что пивовары раньше стояли в павильонах сейчас надо спрятать ну то есть ну вот возникли сложности я надеюсь что мы как-то преодолели решается все все темпами такими ускоренными вся по походу действия да 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 ну сложная локация сложная непонятная поэтому возникали в процессе двух дней возникали проблемы которые я надеюсь там максимально оперативно решались вот но они были и они ну я там посыпаю голову пеплом и говорю о том что извините ребята но вот сложная локация понятно это какой фестиваль по счету если не брать зимние то это четвертый если брать зимние то это 6 понятно то есть было бы еще есть как бы проект зимних там winter bear fest на зимнем я был да но это был лавина это было тоже непонятная локация но нам понравилось тепленько атмосферно мы прошли половину дистанции и легли ну потому что зимний фестиваль одна одна из условий участия на зимнем фестивале должно быть несколько сортов именно зимнего тяжелого осталось портеры какие-то там парливайны на волну или меня просто убили вот поэтому мы не пробовать давай попробую golden или 1 2 3 чувствую уже ноги не работая мощность я не уверен еще на 100 процентов если я найду нормальную удобную локацию под зимние то я бы продолжил эту практику потому что на зимний фестиваль это интересно но там должно быть тепло это должно быть в нормальной доступности потому что лавина она далеко оказалось она далековато и по логистике она очень тяжело многие говорили что далеко поэтому хотелось бы есть пару вариантов если отработают мы будем в хорошем в комфортном месте с пешей доступности от метро там от других там транспортных клеток есть задумки нормально будем продолжать да я надеюсь что да потому что зимний он сам по себе интересен сортами да каждое время как бы интересно за летние своими сортами зимние своими сортами более тяжелыми но я надеюсь что следующее это 1 2 сентября уже локация забронирована она будет на старом месте в третьем павильоне у нас будет павильон для пивоваров у нас будет футкорт за павильоном у нас будет лаунж перед павильоном то есть будет все как было и то есть россия уже уже стопроцентную не стопроцентно забронировали уже локация забронирована поэтому я как только узнал что она и забронировал кто-то раньше я сразу сказал так на меня бронь пожалуйста Все, за полгода я ее забранирую. Отлично. В сентябре? Да, 1-2 сентября. Я думаю, что будет уже веселее, праздничнее. И как привыкли уже. Пивовары в павильоне. Дети в школу, а родители... Нет, 1-2 сентября это суббота, воскресенье. Поэтому дети в школу с больными родителями пойдут третьего. Понятно, понятно. Хорошо, спасибо огромное. Все очень круто. Спасибо. Да, рад был лично познакомиться. Взаимно. Так что... Будем пытаться развивать дальше эту тусовку пивную, чтобы люди понимали, что есть в принципе не только какой-нибудь масс-маркет и регионалка есть, но пиво, которое отличается от того, что они привыкли пить. В принципе, задача фестиваля была... Надо движение это двигать, каждый в своих... Как может в своих силах двигать эту движуху вперед, потому что, конечно, крафт... Остается новая пиво армия интересная и хотелось бы, чтобы... Ну, люди, которые... От приемы от мировой... Да, хотелось бы, чтобы мы все-таки по чуть-чуть, но их догоняли. Хотя, я могу сказать, что мы очень быстро рванули с 15-го года, когда началась вообще крафтовая движуха. Очень сильно мы рванули, и Польша, ну, и там Америка, если бы пошла такими шагами, то в Америке было бы уже там 90% крафтового пива. Ну, да, да. Поэтому мы очень быстро и красиво это сделали, я надеюсь, что мы... Отлично. Ну, теперь будем переходить с массы на качество, чтобы плохие отсеивались, хорошие улучшались. Да, 100%. Отлично. Спасибо Харьковской Зерновой, что приехали. Да, спасибо вам. Будем дуяться. Все, счастливо. Пока. Счастливо, пока. Пока.